Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии понедельника. Собственно, сегодня, как вы наверняка все понимаете, друзья, у нас пасхальный понедельник, торги тоже низко ликвидные, низко волатильные. Если по, скажем, фундаменту касательно отдельных регионов, которые все-таки у нас еще торгуются и сегодня активные не появятся триггеров, то день обещают быть, в принципе, таким же вялым, как и пятница. Ну вот, нефть несколько выбивается из картины. Я думаю, что есть, опять же, и причины, которыми сейчас легко можно объяснить то, что происходит на рынке черного золота. Мы это попробуем сделать. Но в любом случае, нефть сегодня задает тон на площадках, и я думаю, что скучать мы точно не будем, друзья. Основные отчеты, конечно же, у нас будут на предстоящих торговых сессиях. Я буду держать вас в курсе. Также пользуюсь возможностью. Напоминаю вам, что сегодня состоится очередной вебинар «Правильный понедельник», где мы разберем основные события недели минувшей. Для фундаменталистов, я думаю, что информация точно не будет лишней, тем более, что мы не распыляемся на какие-то незначимые релизы. Мы делаем акцент только на ту статистику, которая реально формирует макроэкономическую политику регионов и предопределяет, предвосхищает, скажем, действия соответствующих центральных банков, которые через разные инструменты либо жесткой монетарной политики, либо экономического стимулирования воздействуют на обмены курса. Мы, поскольку все-таки исходим из сделок, которые носят долгосрочный характер, разумеется, и стараемся, как говорят, зрить в корень и отслеживать вот эти основные макроэкономические тренды и те изменения, которые могут произойти с монетарной политикой. Друзья, по экономическому календарю, как я уже сказал, сегодня нам выделить нечего, поэтому давайте еще раз разберем, что у нас было на закрытии прошлой недели и что также впереди, на что обязательно нужно будет обратить внимание. Начнем мы с нефтянки, которая сегодня на азиатской сессии достигла локального максимума. Это отметка 73,66, сейчас чуть пониже 73,09. В частности, основным фундаментальным катализатором выступили заявления госсекретаря США Майкла Помпео, который отметил, что со 2 мая США не будут предоставлять освобождение от санкций тем странам, на которым распространялись отношения импорта иранской нефти. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что Иран, который раньше теплил надежду, что производство останется, ну, как минимум, на уровнях последних месяцев, сейчас может все-таки забыть об этом, поскольку многие страны, разумеется, да не многие страны, а все, не захотят портить отношения с Соединенными Штатами Америки. Фактически рынок для иранской нефти очень сильно сужается. Значит, Иран можно расценивать как старый, добрый и здесь уже новый катализатор для роста цен на нефть, поскольку Иран один из регионов, который влияет на глобальное предложение и сейчас это регион, который больше не будет снабжать мировую экономику теми объемами, которые снабжал. Что это значит? Это значит то, что покупатели, которые хотели все-таки добраться до 75 долларов за баррель, сейчас появляется очень хорошая возможность. Если они ее не профукают, то при правильном подходе, разумеется, эта цель может пасть. Я очень рад то, что я все-таки не занял снова такой средний долгосрочный шорт. Я призывал вас к очень активным действиям после того, как котировки снизятся в район 70-50-70-40. Мы этот уровень пока не увидели. Сейчас хочется, конечно же, с одной стороны, поторговать на ократкосрок. Если у вас тоже руки чешутся, друзья, то я рекомендую все-таки делать акцент на то, что есть хорошие шансы сейчас побороться за уровень 75. Скорее всего, котировки могут уйти даже чуть повыше. Если говорить в процентном выражении, то речь идет о потенциале роста от 3 до 5 процентов. Без плеча это хороший ориентир по целевым ожиданиям, за который стоит побороться. Если же вы все-таки, друзья, считаете, что на этом фундаменте нефть далеко не уйдет и, возможно, весь этот хай, который можно было вообще потенциально переписать локальный, уже переписан, то тогда ждите, пока котировки снизятся к тому уровню, который я уже неоднократно называл. И готовьтесь к тому, что мы будем ждать котировки все-таки ниже. Но я думаю, друзья, что учитывая, что сейчас цены в районе 73.09, учитывая, что многие рынки сегодня не закрыты и трейдеры отчасти по отдельным площадкам просто еще не в состоянии отыграть этот позитив, до конца недели, до уже, собственно, завтрашней торговой сессии, по мере возвращения игроков на площадки, интерес к нефтянке может превалировать. Что касается негативных факторов, я продолжаю на долгосрок смещать ваше внимание на сторону того, что страны ОПЕК плюс просто при текущих событиях, опять же, можно сейчас говорить уже про Иран, просто не будут продлевать действия энергетического пакта. Но зачем это делать, когда производство нефти и без того сокращается, я думаю, что темпами, которые превосходят даже самые смелые прогнозы. Но это уже, наверное, вопросы, друзья, как минимум последующих торговых сессий. Я думаю, что в моменте локально мы расставили акценты, что сейчас правит балом. Думаю, понятно. Дальше буду держать вас в курсе. Доллар иена 111.91. Из отчетов этой недели по доллару, наверное, стоит выделить только годовые данные по ОПЕ за первый квартал. Они выйдут в пятницу. Сразу посмотрите на ожидания. Прогноз 1,8 с 2,2%. Конечно же, снижение довольно серьезное. Фактически ожидается, что спад ставит на 0,4%. Это все следствие, друзья, все-таки слабых позиционно. Роничных продаж. Мы сколько раз анализировали и индексы расходов на потребление, личные доходы, личные расходы, но все равно прослеживается там тенденция к снижению. Есть еще отголоски такие неприятные от последнего отчета Non-Farm Perils, где мы, как вы помните, нашли уязвимое место для американского рынка труда. Это очень скромный, который фактически граничит уже с нулевыми, а потом с переходом на отрицательную территорию темпы роста заработных плат. Это важный катализатор для активности потребителей, то есть для роничных продаж и для инфляции. Поэтому мы до сих пор работаем с отдельными заявлениями, как голосующих, так и не голосующих членов Федрезерва, которые склоняются в пользу того, что при текущих показателях инфляции и отсутствии уверенности, а в том, что инфляционные ожидания будут оставаться на высоких значениях, можно вообще поднимать вопрос о том, чтобы политика снова встала на путь постепенного ужесточения. Сейчас, с вашего позволения, не будем уходить опять же в политику Федрезерва. Мы о ней говорили также очень много раз. Вы знаете, что и как. Знаете оппозиции Джерома Паула и знаете, почему Федрезерв с некоторых пор отказывается от того, чтобы повышать процентные ставки. Я жду данные по ВВП, друзья, потому что очень хочу увидеть, как снова пойдет вниз доходность американских облигаций. И очень хочу, чтобы доллар-иена, наконец-таки, оказалась ниже. Но уже несколько недель подряд у нас в прямом смысле проторговка в несколько десятков пунктов. Но это такая ерунда. Это динамика, которая заставляет нас скучать, друзья. Поэтому нам нужно что-нибудь более активное. И на фоне наличия вот этого катализатора, я думаю, что активность на площадках должна появиться. Доллар канадец 1.3360. Все было создано для того, чтобы мы сначала сделали цель на отметке 1.34, а потом пошли выше. Если вот сегодня не нефтянка, друзья, то мы бы с вами готовились к заседанию Банка Канады в эту среду с четким пониманием того, что канадец должен оставаться под давлением. Но пока что нефть вмешалась в то, что сейчас происходит. Напоминаю, что в Канаде также сегодня выходной день. Может быть, если бы это было не так, то котировки уже активно смещались бы в район отметки 1.33. Я о канадце очень много говорил на прошлой неделе. В частности, не буду отрицать, что неожиданно сильными вышли данные по инфляции. Фактически, рост с 1.5 до 1.9 процента. Это серьезная динамика. Но уже и тогда я сделал акцент на то, что очень быстро оптимизм сошел на нет, потому что участники рынка понимают, что слишком рано еще говорить об устойчивом росте активности потребителей на основании только одного лишь отчета. И при ухудшении фундаментального фона, при появлении отчетов, которые будут и дальше сигнализировать об экономическом спаде, данные по ВВП, друзья, у нас уже через неделю. Я не сомневаюсь, что статистика будет плохой. На рынок снова вернутся ожидания снижения процентной ставки. Разумеется, в эту среду мы не ждем, что какие-либо изменения произойдут с ключевой ставкой. Она так и останется на отметке 1.75 процента. Однако на пресс-конференции будет, скорее всего, много сказано про дальнейшую политику и почему Канада по-прежнему остается регионом, тоже оказавшимся от роста процентных ставок из-за проблем, связанных с глобальной экономической неопределенностью. Еще ряда некоторых трудностей, одними из которых для Канады являются сложные ситуации на рынке недвижимости и высокие показатели закритованности домохозяйств. Очень похожая ситуация, кстати, и в Австралии. Поэтому я прям предлагаю перейти к австралийству против доллара. 0.7135. В эту среду выйдет данные по инфляции. Мы помним, что в ходе последнего заседания Резервного банка Австралии регулятор допустил возможность изменения риторики только в том случае, если на рынке будут созданы условия для роста инфляции и улучшения ситуации на рынке труда. Про рынок труда мы уже, можно сказать, забыли. В целом мы сохраняем медвежье настроение и не раз уже в этом убеждались. А по инфляции уверен, что медвежьи ожидания у нас будут усилены в эту среду, друзья, когда выйдут годовые данные по базовой инфляции. Прогноз снижения на 0.1%. И если эти ожидания оправдаются, курс очень быстро окажется ниже отметки 0.71 и, как и раньше, будем поджидать пару в районе 0.70. Евро против доллара 1.1236. Предлагаю сделку селс-стоп с уровнем 1.1220. На прошлой неделе у нас были неоднозначные данные по ЗЮМ. На этой неделе статистика АТИФа тоже бизнес-ожидания. По прогнозам ждут слабые цифры. Инфляция осталась на минимальном уровне 0.8%. Дальше будет хуже. И, наверное, самым большим разочарованием для евро на прошлой неделе выступили данные по активности в производственном секторе отдельных европейских стран и в целом по еврозоне. Мы говорили в пятницу. Если вам интересно, как все это выглядит графически, я приглашаю вас сегодня на вебинар. Я покажу вам графики. Убедитесь в том, что тренд там только лишь о нисходящей. Поэтому слабая статистика, как я уже не раз говорил, это та самая база, на которой может строиться только одна идея. Это идея продажи евро. Европейская валюта, в принципе, снижается. По фунту ниже отметки 1.30 мы закрепились. 1.29.91. Цель 1.28 сохраняется. Покупателям не на что опираться. Ну и хорошо, нам не нужны опоры для длинных позиций. Мы говорим о прежнем, собственно, неопределенности, связанной с Брекзитом. Мы говорим о серьезных интригах, которые также создают больше риск для Англии. Мы говорим о потенциальном вводе недоверия в адрес Стреза Мы. Не забывайте, что все это еще вполне реальные темы. И говорим также о том, что фунт, будучи одним из рьяных и основных представителей рисковых инструментов, конечно же, будет активно реагировать на то, что происходит с общим настроем глобальной экономики. Раз я сделал акцент на снижение евро, то европейская валюта также легко может потянуть за собой и британца. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, безусловно, торговой недели. Буду держать вас в курсе основных событий. Не забывайте, что впереди у нас много чего, что мы будем отрабатывать. Все продолжим следить за нашими долгосрочными сделками и ждать очередных профитов. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...